Мы приехали из Украины, из города Сумы. Мы приехали из Украины с зеленым коротарем, потому что наше городе находится в окружении. Мы приехали до Львова. Дети были немного хори, поэтому мы в Львове 2 недели, но потом мы решили поехать в Польшу. Вчера мы приехали в Польшу и уже с поуднями поездами, мы приехали здесь, в Сувалке. Мы приехали. Не надо, наш город был в блокаде 7 марта. По-просто наше миасто было в окружении. Самолеты летали, bombardывали, но по-просто не заделали наши сирены alarmные. И bombardывание начало. Дети себя очень страшно. В этом бомбардировании было очень много офиц. И мы подумали, что у меня очень много детей. Я не могу уже здесь жить. Я приняла решение. Мы приехали в Литву. И обещал, что нам поможет, поэтому едем на Литву. Знаете, большое спасибо вам и Полякам, и вообще везде за такую помощь. Очень желаю вам всем спасибо. Потому что это первый такой позитивный момент, когда мы приехали из Стэмптон. Там остались наши родители. Миасто есть в окружении. По-просто не нет там зацемных walk, но самолеты летают. И эта ситуация была очень очень интересная. Еще раз дякуем. Дети себя очень рады. Это первая такая ситуация. Дети себя очень рады. Объезжают с хлодычами здесь у вас. На-правда-правда дякуем. Я, по-правда, не так часто, как наши харцерцы, которые вкладывают больше работы в то, чтобы первый крок этих людей это была теплая кава, или теплая хрбата и приемная спасти здесь. Когда могу, когда могу, когда могу. И действительно, когда появилась эта группа, когда один из друхов, Камил из Хувца Слоки, эту группу Створжу, Друху Аниоу. То мне вспомнила такая rozmowa с одним из стран, которые до нас приехали из этой местности, Мариуполе, этой, так-бардо-збомбардованной. И они мне сказали, что вы все здесь, вы все здесь, вы все Полцы, jesteście для нас бярыми аниоами. И это было так-бардо-взрушающе. Это сейчас так-бардо-развия, потому что кто-то приходит, то, как бы, заража помощью других. Приходят наши, которые такие как-барды мы смогли enzie-амедвы по проекту PCB-амедвы. Апте-амедвы, какие-барды. Они приготовили нам три пачки за 500, потом мы сделали сбюрку, а потом снова пачки. Что си дали? Кс, к нам дзвони со смолин, и говорит, что нам еще место для девять родин, с чего три у меня могут замешкать. На самом деле, действительно, Доброе утро. Tutaj otrzymują ciepły posiłek, tak jak teraz w południe mamy ciepłą zupę dla nich, kanapki, różne bułki słodkie, bo bardzo dużo osób odpowiada na nasz apel i po prostu przynosi tak świeżutko upieczone ze swojego domu również też piekarnie, czy restauratorzy współpracują też z nami przygotowując te zupy. Też otrzymują wodę, no bo wiadomo to też jest bardzo potrzebne, herbatę, kawę, są po prostu zaopiekowani tak jak tylko dajemy radę i czym możemy poczęstować, natomiast też są też artykuły pierwszej potrzeby takie higieniczne. Wczoraj, przedwczoraj była taka sytuacja, że ktoś chciał dostać się na lotnisko do Kowna, też pojawiła się taka informacja na naszej grupie, która już jest na Facebooku i zaraz znalazła się osoba, która podjęła się tego wyzwania, zawiozła ojca do swojej rodziny do Kowna. Wczoraj też była taka sytuacja, też została dostarczona w bardzo szybkim czasie, po prostu to się dzieje po prostu cuda. Mieszkania również, dokładnie. Mieszkania, no pracy to nie wiem, czy już komuś znaleźliśmy pracę, ale staramy się również i o to. Szukamy kontaktów, mamy już mnóstwo kontaktów z ludźmi, którzy dysponują mieszkaniami, no kwestia czy odpowiada, czy już jest rodzina i tak dalej, ale wiemy już do kogo się zwrócić.